вандализм это одна из форм деструктивного то бишь разрушительного поведения человека ходе которого уничтожается практически все оскверняются предметы искусства и культуры в частности бензоинструмент и хочу обратить внимание ваши уважаемые подписчики и коллеги что вандализм это не просто слово это состояние души человека заставляющая разрушать красивые вещи частности как сейчас бензопилу она тоже подверглась разрушительному действию своего хозяина но я думаю больше по незнанию и по неопытности чем преднамеренно ну как вы уже догадались у меня сегодня будет первое видео моей новой рубрике которую я начинаю в этой рубрике я буду публиковать видео в которых будет рассматриваться что можно сделать с бензоинструментом как им можно сломать как его можно завандалить убить довести до ручки все что делают с бензоинструментом мои клиенты я буду показывать и рассказывать естественно как это все ремонтировать и как с этим бороться то есть все курьезы ляпы и шедевры которые происходят с бензоинструментом будут публиковаться в рубрике бензовандализм и так первые несколько видео собственно будут об этой бензопиле и так сегодня принял я бензопилку в ремонт вот как вы видите в таком состоянии ближе покажу гайки гайки фиксации шины просто утоплены в пластик вот здесь такая трещина внизу клин говорит что-то плохо фиксируется шина как-то она не натягивается внимание натяжителя здесь нет вот здесь он должен быть там шестеренка передаточная и там механизм который натягивает шину так как гайки туда втоплены поближе показать вот вот так ну и конечно был примотан вот такой вот пакетик скотчем что у пакетики вот тоже первый раз высыпал сначала не понял но это понятное дело это натяжитель вот здесь слизана все вот с одной стороны ну конечно его можно переделать но можете посмотреть в каком он состоянии он неровный а выгнут буквой z я сейчас не могу выкрутить натяжной штифт вот не в одну сторону ни в другой не выкручивается что можно было делать с ним я не знаю возможно это так зажимали гайки что вот так согнули но эта деталь под замену я буду здесь ставить не через шестеренчатую передачу а просто прямой натяжитель где будет под отвертку но это тема следующего видео есть также вот вот такая звездочка кто не знает что это за звездочка но на самом деле мало кто может сразу понять здесь также вот такие маленькие цилиндрики какая-то шайбочка и какая-то заклепка внимание снимаю чехол смотрим сюда конец шины цепь залезла в носок шины и здесь нет заклепки естественно отсюда и звездочка и высыпались ролики но сейчас я раскручу покажу что под крышкой и буду дальше уже определяться с ремонтом и так вот ближе покажу насколько в топлены были гайки в пластик вот здесь трещинка так внимание с этой стороны я думаю ребята которые занимаются бензотехникой которые ремонтируют частности бензопилы видели вот такое это алюминиевые банки которые вдавились в подшины вот такое можно понаблюдать видимо когда зажимали вот здесь стоял винт натяжителя он тоже как-то деформировался но его отсюда вытянули или он сам вылетел отсюда уже впоследствии ну эта крышка сломана идет вот здесь трещина она не держится также вот хвостик пружинки сломан она не срабатывает рычаг инерционного тормоза не срабатывает механизм не зажимает пружина корзинку ну вот эта крышка под замену бензопилы будет и буду конечно переделывать натяжитель ну видимо человек с червячным натяжителем не может правильно работать дальше шина шина естественно под замену такое не лечится и тем более шина это расходный материал ну цепь я осмотрю конечно цепь здесь в отличие от шины цепь здесь хорошие так сниму цепь заклинила она в носке шины но я думаю с цепью ничего страшного шина здесь ближе покажу вот шина здесь однозначно под замену хорошая здесь кромка навальцова на на шине но это уже отработанный материал цепь здесь идет штилевская ну видно недавно менялась потому что я вижу может даже она не точилась цепь новая цепь еще послужит но если взглянуть на шпильки крепления шины у них потянута резьба сейчас ближе покажу вот видно как истончена резьба в этом участке где показываю пальцем и она развернута в эту сторону как на 1 так и на 2 шпильки ну на передней шпильки больше я когда выкручивал гайки трудно и шла гайка то есть шпильки с гайками будут под замену и сейчас я сниму как же заменить шпильки ну что недавно мне кто-то в комментариях написал к сожалению не помню кто но читал такой комментарий что нужно снять видео о замене шпилек крепления шины так как это есть пробел или белая пятно в ю тубе никто про это еще не снял ну что ж я их меняю меня они есть как запчасть и сейчас я покажу как вот эти шпильки заменить так сначала нужно демонтировать шпильки для того чтобы демонтировать а шпилька сидит на резьбовом фиксаторе он же и в роли герметика выступает здесь сквозное отверстие в масляный бачок шпилька его закрывают герметично для того чтобы выкрутить шпильку ее надо разогреть но естественно за что крутить за резьбу обычно я для этого использую можно конечно взять клещи типа кобры или пассатижи я же просто накручиваю гайки так закручиваем вот так старые две гаечки которые и фиксировали крышку прижимную крышку ну и зажимаем видно как зубцы я думаю достаточно но естественно разогреваем разогревать я буду горелкой можно конечно феном но горелкой быстрее так я думаю достаточно и сейчас пробую просто рожковый ключик а пошла шпилька раскручиваться и за нижнюю гайку крутим крутим главная цель нагревания грею я для того чтобы разрушить фиксатор сейчас я выкручу шпильку покажу сколько его так шпилька еще горячие гайки снимаем они пригодятся для следующей шпильки так ну гайки можно раскрутить повторно накрутить на другую шпильку опять тоже проделать но что делать если резьба полностью сбита не потянута как в данном случае а сбита слизана в таком случае таком случае я вот положил показать что я применяю клещи типа кобра или зажимные клещи но многие могут сказать там кузнечный зажим или просто зажим в данном случае я сейчас буду использовать наверное его он хорошо удерживать шпильку любые другие цилиндрические предметы все тоже берем горелку нагреваем шпильку и откручиваем защелкиваем и проворачиваем вот шпилька без проблем пошла главное сорвать а дальше можно уже так есть вторая шпилька тоже выкручена также нужно открутить вот эту пластинку здесь шестигранник троечка вот в этой части можно заметить красный фиксатор на который были посажены шпильки с завода ну и в резьбе осталось немного можно поковырять вторая также зафиксирована была на резьбовой фиксатор сейчас отверстие нужно обезжирить так как бачки масла вот я шестигранник насколько заходит это в масляный бак всегда рекомендовано перед такой манипуляции слить масло но и уже продувать или промывать в пустой бачок потом можно вылить жидкость при продукте обязательно нужно открыть масляный бачок чтобы остатки масла если одно отверстие продуваете не шло через второе открываем и продувать и так сейчас уже все чистенько отверстия продукты можно уже зафиксировать шпильки новые шпильки для того чтобы зафиксировать шпильку я вот так накручиваю две гайки внимание здесь шпилька имеет короткую резьбу и длинную резьбу длинная резьба для крышки крепления шина короткая резьба идет в корпус также я применяю фиксатор неразборной красный торговая марка новакс и немного фиксатора также в отверстие все можно фиксировать удаляем излишки фиксатора через минут 15 фиксатор схватиться можно расфиксировать гайки и повторить то же самое со второй шпилькой закручиваем две гайки опять же на противоход в следующем году в следующем году дожимаем я нажимаю дальше разрезным ключиком до тех пор пока шпилька не перестанет крутиться и начнут крутиться вместе две гайки тогда останавливаемся и все дело в шляпе дальше можно опять выкрутить через некоторое время когда схватится фиксатор две гайки и шпильки у нас уже установлены потом обратно поставить нашу пластину так так Продолжение следует... Итак, шпильки, новые шпильки, фиксации шины стоят уже на месте. Остался открытый вопрос по муфте сцепления. Она здесь идет подпалена, как вы видите, черная такая, здесь посиневшая. И также натяжитель цепи и крышка фиксации шины продавленной бонки. Ну, это тема уже следующих видео. А пока... А пока, уважаемые друзья, тема о бензовандализме удачно стартовала. Ждем новых видео. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вас, естественно, ждет еще много нового, интересного по технике. Спасибо.